Отлично. Ну давайте тогда начинать уже вновь. Давайте. Итак, дорогие друзья, повторюсь, вас приветствует оружейная компания «Премиум» Санкт-Петербург. Мы сегодня собрались, чтобы обсудить наиболее часто задаваемые нам вопросы. Не то, что мы какой-то конкретный маркипус, это эфир, а обсудим то, что нас обычно спрашивают либо в магазине, либо наши покупатели в Инстаграм. Перед вами Венир Михайлович Фиников, он основатель нашей оружейной компании. Ну и, как мы считаем, один из лучших специалистов по теме оружейной в России. Его всегда очень интересно послушать. Он вам расскажет такие вещи, которые вряд ли где-то в интернете, по крайней мере в русскоязычном интернете, можно найти. Ну я вот предлагаю начать с тех вопросов, которые мы собрали в интернете, в магазине. И первый, наверное, наиболее частый вопрос, который мне задают и нашим ребятам задают, это спрашивает, какой ресурс у того или иного ружья. Что мы на эту тему можем людям ответить? Да, здравствуйте все, кто нас смотрит, кто будет смотреть нас в записи. Всем привет на охоте ни пуха ни пера и так далее. По поводу ресурсов ружья. Значит, что можно здесь сказать? Чтобы заявить официально гарантированный ресурс, надо провести испытание. На самом деле, после того, как уже модель запущена в производство, вернее, до того, как она запущена в производство, производятся заводские испытания. И это обычно, ну как на Блазере, например, или у итальянцев, на ПАБАРМе или на БРЕДе, это где-то в районе 5000 выстрелов. Образец отстреливается, потом отдается несколько образцов в испытательную станцию. В Германии это свои там испытательные станции, в Италии свои испытательные станции. И оно, ружье, независимо от того, это двустволка или полуавтомат, испытывается на какое давление оно держит, сколько оно там работает беспрерывно, как оно нагревается и так далее. И поэтому обычно все производители говорят, что мы испытываем 5000 выстрелов. Но на самом деле это не ресурс ружья, потому что почти все современные ружья, потому что сейчас такие материалы используются при производстве, очень хорошие, очень точно изготовленные, нигде никаких зазоров при работе у ружья нет. Значит, они... Есть образцы, я лично видел на ФАБАРМе, образец, который отстрелял 1 миллион выстрелов. Как они это определили? То есть это ружье было куплено одним из немецких стендов, а немцы отвечают со своей пунктуальностью. И владелец этого стенда, когда давал в прокат это ружье посетителям, он всегда записывал, сколько выстрелов сделал данный человек, который взял на прокат. И когда он досчитал до миллиона выстрелов, ну там, конечно, менялись какие-то пружины, то есть не то, что это совсем ничего не было, потому что с износом там пружину поменяли, может быть, там рамку запирания, потому что она подизносилась. Но в результате это ружье прошло, когда миллион выстрелов, он отправил его на завод, для того, чтобы они посмотрели на него и сделали там замену каких-то частей, если это нужно. Ну, ФАБАРМ, так как увидел этот дневник, это такое неофициальное, но подтверждение того, что с конкретного ружья, с данного серийного номера сделан миллион выстрелов, они ему дали другое ружье, а сами попросили его для заводского музея это ружье оставить, он с удовольствием там это сделал. То есть единственные доказанные данные, которые я встречал, это вот ружье на ФАБАРМе, которое лежит в заводском музее, которое сделано на миллион выстрелов, ну, то есть миллион это еще не предел, потому что с этого ружья можно стрелять и стрелять и стрелять. То есть если соблюдать какие-то элементарные правила обращения с оружием, которые как травомыслящий человек, каждый раз соблюдает, то ресурс ружья практически не ограничен. Это вот по поводу ресурса. А я помню, что Блазер неоднократно упоминал, но это, правда, было очень давно, потому что сейчас там уже больше настрел, что они стреляли из ружья 100 тысяч выстрелов. Вот я на последнем остановилась, да. Когда они начали разрабатывать двуствовку F3, значит, мы, по-моему, в 2002 году ездили на стенд, вот уже к тому времени на стенд, оно еще не было окончательно оформлено, но нас собрали, чтобы мы постреляли из ружья и получить какой-то фидбэк обратно от людей, которые будут продавать это ружье. Тогда уже они говорили нам о том, что было сделано там какое-то количество ружей, сейчас точно не помню, там 10-15, каждому роздано было на фабрике, и их просто посылали на стенды, чтобы стрелять, стрелять и стрелять, и записывали. Там было ружье, которое было 50 тысяч выстрелов, потом через год, когда уже они представляли это ружье на Иве, там было показано ружье, которое 100 тысяч выстрелов сделало. Но это на период разработки, они хотели убедиться во всем этом. Опять же, это не является официальным испытанием на ресурс ружья, а это просто вот такая сложившаяся практика. То есть, если ружье выдержало первые 2000 выстрелов, значит, оно будет работать, если его испытали там на повышенном давлении и так далее, и так далее. Сказать, что ружье миллион, никто не знает, и никто из производителей официально вам никогда не скажет, что у этого ружья миллион, а у этого 500 тысяч. Я просто видел ружье, которое миллион выстрелов задокументировано, и это как факт можно воспринимать, опять же, со слов производителей, когда они производят эти ружья, они стреляют очень много, то есть, вот там и 500 тысяч выстрелов, и 200, но это уже ружье запущено в производство, просто остались образцы, на которых они испытывают, может быть, какие-то улучшения, чтобы не каждый раз на новом ружье испытывать, а на этом, и тоже ведут свой дневник. То есть, любое ружье сейчас современное, я считаю, что хватит на несколько поколений. Отлично. Так, длина ствола для нарезного ружья. Нет-нет, у нас всплывает такой вопрос, особенно ребята из других городов, от меня часто говорят, что вы знаете, у вас есть там, например, тот или иной карабин, у него длина ствола всего 51 сантиметр, нет, у нас это не прокатит, значит, у нас там, ну, это в данном случае я вспоминаю про Читу, у нас люди в Чите считают, что 51 сантиметр, невозможно стрелять из карабина с такой длиной ствола. Что ты можешь нам сказать на это? По этому вопросу, значит, длина ствола нарезного, длина ствола гладкоствольного. Когда конструктор разрабатывает ружье, проходит испытание все детали сперва отдельно. И если говорить о нарезном ружье, то длина ствола, она не из головы берется, не из головы. Вы знаете, что когда пуля проходит по стволу, она совершает вращательное движение, так как там есть нарезы, там определенная длина нарезов, где-то, конечно, каждый стреляет с пули разного веса, но берется средняя пуля, и чтобы то, что наиболее часто используется, под эту пулю смотрит, какая длина ствола. Однозначно, поначалу это все теоретически рассчитывается, но практика критерий истинный, это все знают у нас из философии, поэтому потом производятся выстрелы там со станка, со специального все. Значит, когда пуля проходит сквозь ствол, ствол, нормально сейчас? Да, нормально. Немножко плывет изображение, а звук нормальный, да. Ствол начинает, он как, если представить его как хлыст, он делает вот такое колебательное движение, когда пуля проходит. Ну, то есть не только в этой плоскости, и в этой, и в этой. При этом это колебательное движение, оно неизбежно, какой бы толщину ствола ты ни делал, естественно, с толщиной ствола меняется это колебание, но оно всегда будет в любом стволе. И надо выпустить, грубо говоря, а пуля проходит вот так вдоль ствола, надо выпустить пулю в тот момент, когда колебательное движение закончено, и ствол остановился в точке, в изначальной точке. Вот когда мы прицеливаемся, выстрел, пуля пошла, начинается колебательное движение, и пулю надо выпустить именно в этой точке, чтобы была точка попадания равна точке прицеливания. И это зависит от длины нарезов и от длины ствола. От длины ствола. Можно отрезать на 51 сантиметре ствол, и тогда эта точка попадет именно в изначальную точку в момент выхода пули из ствола. Следующая такая же будет, ну, синусоиды же идет, и следующая такая же точка, может быть, попадется на 70 сантиметре, я тут точно не могу сказать, но это не будет 55 сантиметров, понимаете? И это не будет 58 сантиметров. То есть, например, 55 сантиметров, может быть, будет давать намного меньшую, худшую кучность, чем 51. А следующая хорошая кучность, может быть, придет на 71 сантиметр, или там на 81. Я сейчас так, утрирован. Поэтому, конечно, у нас среди охотников очень много людей, которые питаются знаниями. Подвисает, подвисает, подожди, не говори. Сейчас. Да, попробуй. Алло, да, нормально? Сейчас нормально. Алло, говори, ребят, у нас просто тут гроза в Питере сильная, поэтому, видимо, так интернет не очень хорошо. Вот, поэтому выбирается оптимальная длина ствола для определенных калибров, там, ну, вы знаете, да, что на магнусском калибре обычно там чуть-чуть подлиннее, на ствол. Так, подожди, пожалуйста, еще опять подвисла. Мы остановились, что на магнумовском калибре и прорвалось. Короче говоря, длина ствола выбирается непроизвольно, а выбирается, чтобы достичь лучших показателей кучности. Поэтому тут лучше всего все-таки довериться производителям, потому что производители работают не в условиях монопольных каких-то, а в условиях очень жесткой конкуренции, и они выбирают длину ствола с тем, чтобы его оружие было лучше по характеристикам, чем у конкурента, ну, уж, по крайней мере, не хуже, это точно. Вот, поэтому, если погнаться за мифами о длине ствола, то можно потерять тактико-технические характеристики ружья и проиграть конкуренции. Рынок не прощает неправильных длин стволов и неправильно выбранных технических параметров. Теперь с нарезным более-менее понятно. Вообще, в принципе, разработчики ружей на сегодняшний момент, те, кто остались в результате жесткой конкуренции на рынке, они, честно говоря, намного больше нас знают, намного, у них тоже бывают неправильные какие-то технические решения, может, маркетологи что-то не то подсказали, но что касается там калибров, техники, баллистики, у них у всех все замечательно. Так что тут вопрос, надо довериться производителю. Если говорить про гладкоствольное оружие, тут тоже много вариантов, значит, убеждений, мифов о том, что чем длиннее ствол, тем лучше, значит, дальше он стреляет и так далее, и так далее. То есть, тут тоже надо сказать, что длина ствола в зависимости от калибра, там 12-й или 20-й калибр, тоже она выработалась в результате истории многочисленных испытаний и так далее, и так далее. И тоже эти длины стволов выбираются не просто так. Например, у нас, конечно, в России больше распространена для 12-го калибра длина 76 сантиметров, хотя, в принципе, вся Европа стреляет из 71-го ствола, 66-го, 71-го ствола. При 71-м стволе я лично тоже за него считаю, что ружье более эргономичное, и по внутренней баллистике, по внутренней баллистике, тут, значит, что случилось, ну, где-то там после Второй мировой войны, скажем так, порох стал другим, порох стал более, быстрее, который быстрее горит, поэтому все процессы в стволах стали происходить намного быстрее. То есть, если раньше порох медленно горел, и длина ствола была нужна для того, чтобы успел сгореть весь порох, которым заряжен патрон, с тем, чтобы отобрать от него всю энергию, и поэтому длина ствола давала действительно увеличение скорости, то в связи с тем, что сейчас порох стал гореть быстрее, сейчас уже на длине 40-50 сантиметров от казенника, вся работа уже сделана, весь порох уже сгорел, вся энергия от него передана значит дроби. Поэтому дальше идет просто разгон, потом дальше идет у нас формирование осыпи, там чоковое сужение, коническая сверловка и так далее, и так далее, и потом начиная с какого-то с какой-то длины ствола уже он становится вреден, потому что дробь дольше и дольше взаимодействует со стенками стволов, ее начинает распирать из этого контейнера, она начинает деформироваться и так далее, и начинает вступать в силу трения, и уже потом на какой-то длине, она там больше 90 сантиметров, там уже будет только торможение дроби и ее деформация, как одно время, может быть, лет 5-6 назад, на выставках, вы помните, показывали такие щеки метровой длины, якобы они что-то там дают, но больше после двух лет демонстрации этих щеков я больше их не видел, поэтому скорее всего, что практика показала абсурдность этого дела, потому что когда дробовой снаряд отошел на 5-10 сантиметров давление в стволе, оно где-то 450 атмосфер, на 70 сантименте оно максимум 70, 70, и если еще, чем дольше держишь, чем дольше будет, больше будет расстоять длина ствола, тем будут газы прорываться сквозь пышу, больше деформация, поэтому если бы как сказать, то есть тоже выбран тоже выбран оптимальный оптимальная длина ствола для данного калибра, ну конечно для среднего патрона, так что там другие а стволы 90 сантиметров а стволы 90 сантиметров для гуся стволы 90 сантиметров для гуся они да, супер гусь производится такой ствол значит там имеется ввиду что в основном из него будут стрелять магнумом поэтому там пороха больше там эти процессы развиваются чуть-чуть длиннее чуть-чуть дольше поэтому там есть какой-то смысл небольшой смысл есть сказать что он там удваивает длину там или что-то это нет это плюс-минус 10 процентов ну понятно что-то он дает что-то он дает потому что там в основном на гусе магнумовский патрон они считают что производитель будет использоваться магнумовский патрон имеет большую навеску дроби и большую навеску пороха значит пороху надо чуть-чуть больше времени чтобы он сгорел поэтому тут есть какой-то смысл но дальше уже наращивать тепло без смысла отлично так еще нередко нам ну либо люди обращаются либо уже после того как они провели какие-то операции люди пытаются либо сами улучшить характеристики спуска гладкоствольного ружья либо они к нам обращаются за этой процедурой ну конечно большей частью это спортсмены больше чем охотники увлекаются этими вещами что ты на эту тему можешь нам сказать про характер гладкого ружья все тут упирается в конструкторов и любое решение оно как сказать с одной стороны с другой каждая медаль имеет две стороны мы можем сильно облегчить спуск ружья и будет очень все приятно начнутся с двойки мы можем загрубить как что некоторые производители и делают чтобы избежать сдвоек они там не разрабатывают какие-то хитрые перехваты или они просто делают два с половиной три килограмма усилия спуска и оружие гарантированно от сдвоек у спортсменов это конечно больше но у охотника и у спортсмена разные условия стрельбы то есть охотник он в ажиотаже длини может двухкилограммовый что два с половиной килограмма там я думаю что он или полтора килограмма не так сильно обращает на это внимание обычно вот уже сложилось у всех у кого я спрашивал у производителей по характеристикам спуска гуркосольного ружья значит для охоты обычно делается первый ну сейчас мы говорим о ружье с одним спусковым крючком и с селектором выбора первого выстрела значит для охоты обычно ставят настройку на заводе два килограмма для первого выстрела и два сто два двести для второго выстрела разница между первым и вторым я сейчас объясню чуть попозже у спорта у спорта для спорта для спортинга там для для спортивной стрельбы да нет ну там есть трапы немножко там другое там значит мы сейчас про спортинг как наибольший у нас больше клиентов всего по спортингу чем по трапу или там по скиту по спортингу у нас у всех практически производителей что я не спрашивал ну четверых у пятерых где я бываю на заводах и так далее и так далее это стандартный вопрос значит первый спуск это 1500 второй 1600 грамм на втором всегда делают чуть больше а чуть больше значит тут вопрос тут как раз резон или причина почему на второй делают побольше а на первый делают поменьше тут что для охотничьего оружия что для спортивного ружья объяснение одно и то же чтобы чтобы опять же чуть-чуть застраховать себя от сдвоек потому что первый выстрел естественно ему ничего не мешает ружье только как сказать только в руках спортсмена от этого самопроизвольный выстрел не произойдет а второй выстрел естественно там начинается огромный знак переменной нагрузки все трясется все если посмотреть на камере с очень большим ускорением что происходит там ударно-спусковыми механизми во время выстрела даже легким 24 граммов там патроном там ужас что творится там на самом деле когда это ужас там все трясется и трепещет и везде все эти части которые кажутся такими мощными они изгибаются вибрируют и так далее и так далее поэтому против этого даже при наличии интерцепторов там всяких инерционных тел все равно надо чуть-чуть себя обезопасить поэтому второй выстрел всегда чуть-чуть регулирует на заводе более тяжелый спуск что для гладкого ой что для спортивного что для охотничьего патрона ружья вот единственное что вопрос такой сразу там у меня все время возникал когда я разговаривал с конструкторами говорю почему не одинаковые ну вот поэтому я говорю ну ведь у некоторых в некоторых ситуациях ты стреляешь сперва другим стрелом а потом нижним то есть тогда получается что у тебя первый выстрел получится 1600 а второй 1500 они говорят да это в общем-то плохо потому что в данном случае с двойкой как бы вероятность двойки увеличивается но просто таких ситуаций они в основном там оценивают как 10-15 процентов поэтому лучше обезопасить себя 80-85 процентов и чуть-чуть рискнуть на 10-15 процентов поэтому когда начинают особенно вмешиваться в ударно-спусковые механизмы и точить пилить там эти все шептала углы честно говоря это обычно приводит что потом приходится менять эти части потому что лучше не становится опять же тут я призываю всех довериться немножко довериться больше производителю чем ну не то что на себя тоже надо конечно обращать внимание но на самом деле прежде чем что-то менять надо подумать почему сделали так ведь это же ведь можно же сделать для трапа делают 1100 грамм понимаете ну там 1100 грамм там другая стрельба там меньше там ну вы как башня танка да стоите вот можно же сделать и 1000 грамм но тогда появляется вероятность двое как всегда компромисс то есть прежде чем что-то менять в ружье надо подумать там умные люди проектируют ружье или мы все умнее их но зато почему-то ружье не проектируем вот так мы далеко пока пока мы далеко от спуска не ушли ты же много наверное ружей попробовал по спуску тебе какое больше все нравится ружье я считаю что F3 самый лучший спуск там ну тут это уже надо говорить о моделях ружья но раз уже затронули моменты значит в основном все ружья они имеют курок шептало боек и этот курок он его держит шептало ты нажимаешь на ударно-спусковой механизм сперва там свободный ход потом потяг потом срывается курок летит и вот это время от того как он сорвался как вы нажали на спуск до удара по бойку оно какое-то я сейчас точно не помню какое при этом там мы уже не говорим о том что нижний боек стоит вот так верхний боек стоит вот так бьет он по капсуле под углом поэтому особенно вот на Брауни я помню когда мы их возили нижний боек менялся достаточно часто его даже Брауни давал в качестве зипа бойки при покупке при покупке да потому что там очень был большой угол он мочалился и щиток колодки тоже там разбивался в ту сторону на блазере F3 я думаю это на отдельную тему там F3 достойно отдельной темы ну это не важно быстренько коротко там когда они проектировали они взяли за основу ударно-спусковой механизм нарезного оружия нарезном оружии вы знаете там боек идет ровно под 90 градусов к капсуле и там тоже там нет никаких летящих этих бойков то есть этот боек он одновременно же и курок то есть спускается он имеет очень короткий ход там очень сильная пружина очень короткий ход и бьет он по 90 градусов всегда по центру капсуле и в связи с этим на F3 я бы так сказал что там нету вот этого времени запаздывания после спуска до выстрела поэтому честно говоря там я уж не такой великий стрелок но я просто вижу что мне приходится упреждение брать в два раза меньше по медленно летящим тарелкам просто стреляй в тарелку и ты попадешь так что тут тут бесспорно у F3 механизм он действительно революционный по сравнению там с другими потому что что там взять у Гранды там Бередо Браун Арм ну все двустволки итальянские там у всех это там конечно разные секунду подвисло подожди не продолжай механизмы подожди дорогие друзья мы приносим извинения у нас гроза очень сильная поэтому плохой пап остановились вот ты сказал что у итальянцев у всех вот так вот система работает у тебя ты сейчас подвисаешь сейчас опять подвисло подожди у меня все нормально работает это у тебя на интернете видно всех хорошо так все давай всех видно хорошо в общем короче говоря революционный самый лучший и я считаю что на долгое время теперь непревзойденный с ударно-спусковой механизмом Бладдера F3 он реально отличается от всех остальных не просто что там другая настройка принципиально другая конструкция да то есть сделали что-то новое в тот момент когда уже ничего нового придумать невозможно Блазер этим отличается он в 93-м году сделал R93 в 2003-м году сделал двустволку там тоже как F3 там может быть какие-то замечания по эстетике по геометрии там потому что у немцев другой взгляд чем у итальянцев но то что она революционная двустволка это одно значит ну я уж не говорю про язык ну пока мы далеко не ушли ну давай тогда про F3 фильм да да тут долго тогда рассказывать пока мы не ушли далеко от темы переделок да пока мы далеко не ушли от темы переделок все очень все любят всегда в ружье попилить ну и наверное больше всего достается прикладом их любят переделывать под себя часто пользуются услугами спецмастерских приклады на эту тему что нам есть сказать ну это конечно в основном в основном спортсмены занимаются этим вопросом да опять же не охотники спортсмены да охотники в основном верят производителю да ну потом охотники не так много стреляют им трудно конечно же есть люди я считаю что люди для которых индивидуальное изготовление индивидуальное они они или очень высокие или очень там так скажем расстояние от скулы до плеча там большое или там пальцы или что но 90% людей они все приблизительно плюс-минус стандартные и итальянцы особенно итальянцы делают приклады которые подходят 90-95% людей максимум может быть это чуть на полсантиметра удлинить для этого не надо пилить приклад и делать его новое надо просто или затыльник более толстый поставить или наоборот опилить полсантиметра то есть ну а оставить его заводского изготовления тут вопрос такой что касается потому что приклад он закручивается болт естественно в эту рамку где собран ударно-спусковой механизм это когда делают на ну не на заводе приклад а иногда иногда есть очень хорошие которые все учитывают но иногда они учитывают некоторых размеров и при затягивании может дерево каким-то образом сыграть так что предположим зажмет какую-то шпильку болт выйдет внутрь больше чем нужно и будет задевать детали ударно-спускового механизма начинаются проблемы с УСМ это как бы основная задача основная проблема проблема кроме того что ладно сейчас вернем по технике а потом вернемся немножко к индивидуальным размерам потом например на Блазере на ИФ-3 там тоже когда мы только начали ими торговать там люди стали ставить всякие приклады потому что например на Блазере в третьем там там винт который крепит приклад к ствольной коробке и гайка и там бы проложена была такая двояково выпуклая шайба для чего она сделана потому что когда вы затягиваете дерево живой живой материал оно дышит набирает там предположим влагу или высыхает а оно становится или длиннее или короче на Косме например это очень важно и там нужно регулировать с помощью динамометра усилия затяжки и так далее и так далее вот поэтому вот это была придумана двояково выпуклая шайба когда ты затягиваешь она она очень мощная эта шайба она компенсирует люди ставили какие-то приклады особенно вот эти всякие анатомические выбрасывали крепление которое штатное ставили крепление этого приклада когда как-то приехал к нам Попиков и увидел эти бладеры потому что приклад там просто болтался он он не выполнял своей функции то есть там ружье во время выстрела скакало относительно приклада то есть это тоже такой проблемный момент нехороший то есть люди пытаясь улучшить одно ухудшают другое потом значит очень часто люди начинают купил ружье и после месяца начинают пилить приклад то наоборот наращивать то еще что-то поменять то 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 потом значит он после двух лет всяких этих изысканий приходит ровно ему потом делают на индивидуальный приклад а потом мы его измеряем он ровно совпадает с этим прикладом который он в свое время выкинул я призываю людей не сразу бросаться вот в эти изыскания а все-таки пострелять и в первую очередь понять что результат зависит от стрелка на 80% после 20% от формы приклада так ну давай давай уйдем немножко от спортсменов в сторону охоты и зададим вопрос который тоже естественно часто возникает это какое ружье взять в качестве первого ну давай на охоту возьмем а не на спорт потому что про спорт мы уже вроде много поговорили да ну про спорт можно кратко сказать что конечно сейчас 99,9 это двухсловка вертикалка ну само собой если говорить о том тип ружья не марку а марки это уже другой вопрос значит когда человек приходит к нам первый раз первый раз если вообще он не стрелял ничего никуда не ходил его позвали на охоту естественно большинство людей нацелены на полуавтомат полуавтомат потому что 5 выстрелов или 3 выстрела или 4 да полуавтомат ну я сейчас говорю про глакосоли если человек остался в охоте или стал ходить на стенд или короче продолжает заниматься ну в основном по моим наблюдениям 80% людей потом докупают себе двустолку потому что потому что ну на спорте там вообще всего 2 выстрела ну можно делать да а на охоте потом в течение времени когда он походит на охоту он понимает что третий выстрел ну а четвертый пятый это вообще просто ни в чем потому что первый второй дальше все уже птица улетела или даже глухарь который медленно летает и то он после 2 выстрелов уже улетит на то расстояние что вы его не достанете потому что дальше 50-70 метров там вдруг уже не не имеет поражающего поэтому мое конечно мнение такое что если человек хочет купить только в своей жизни одно ружье конечно это должна быть двустолка вертикалка почему потому что тут надо не забывать еще про безопасность обращения с оружием потому что двустолка вертикалка чем мне лично нравится что ты когда идешь ну хоть на охоте хоть на стенде ты ее открыл у тебя два патрона вставлены или предположим даже не вставлены но тебе их очень легко вставить а если они вставлены то вот все окружающие и ты главное внутри ты понимаешь что ружье выстрелить не можешь когда у тебя полуавтомат когда у тебя в магазине снаряжены там 3-5-8 патронов и ты вроде бы думаешь что ты помнишь есть в патроннике патрон или нет в патроннике патрон на самом деле ты этого на 100% знать не можешь и даже если у тебя есть в патроннике патрон и у тебя стоит ружье на предохранителе то вероятность того что ты можешь сделать непроизвольный выстрел она очень высока при этом всю дорогу трогаешь трогаешь предохранитель ты думаешь об этом я считаю что полуавтомат это не есть первое ружье да полуавтомат утка гусь там может быть реально кто хорошо стреляет взять спортсменов даже невысокого класса они же не ходят на охоту с полуавтоматами никто не в основном они в основном все-таки пускай охотничье ружье он возьмет он не с спортивным пойдет потому что у меня был тоже мой такой персональный опыт ну там ни о чем не говорить ну просто я первый ружье купил спортивное потому что ну на спорт ты чаще ходишь чем на охоту да и думаю зачем мне покупать охотничье ружье если я пойду с этим же ну первую же охоту мы пошли на глухарей на глухаря и на господи более чего из головы а? нет нет вторая эта птица тоже такая тетерев ладно тетерев да тетерев на тетерев и там сидишь в шалаше но я разбить первую же попавшуюся березу потому что оно просто реально по габаритам такое и потом купил себе двустволочку 20-го калибра с 66-м стволом и теперь это мое любимое ружье 20-го калибра с 66-м стволом весом 2,7 килограмма это был фабар-вей фабар-вейнти наверное да 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 а по маркам ну вот так вот вроде поэтому что по маркам а значит а по маркам естественно нельзя выкидывать из подожди тут мы забыли упомянуть горизонталку мы не упоминаем потому что это для эстетов для эстетов и потом все равно но зря не упоминаем она прекрасна горизонталка это высший так сказать просто это лучше что может быть ты проходишь какие-то ступени своего охотничьего образования и когда ты доходишь до горизонталки это ты так сказать получил нет не кандидатскую докторскую степень если сравнивать с научной классификацией то есть тот кто покупает уже двустволку горизонталку это уже конечно профессорально профессорально хотя она не скажет что там она стреляет дальше или лучше но все стволы стреляют одинаково но двустволка горизонталка это высшая степень развития охотника хотя в Германии очень много даже специальных соревнований проходит в стрельбе по тарелкам из горизонталка из горизонталок специальные соревнования это где? в Америке то же самое в Германии есть такие специальные турниры и в Америке очень много таких турниров по стрельбе из горизонталка но в Америке всего очень много поэтому надо не забывать про помпу потому что тут вопрос такой что помп помповое ружье, оно самое дешевое. Я сейчас не помню, сколько стоит у нас помповое ружье. 41 тысячу или 43? 41 тысячу. Там есть незарядное. Но некоторые покупают его как ружье единственное, которое никуда не собирается. Просто, чтобы в ружье было, кто в загородном доме живет там и так далее, и так далее. Ну, я вот так вот если как бы вообразить какой-то нехороший инцидент, то я бы все равно двустволку выбрал бы для защиты дома, потому что намного держать помповое с набитым магазином в сейфе, и непонятно, когда ты будешь там вытаскивать, у тебя не застрелили, если ты случайно сам, все-таки намного лучше двустволку открыть ее взял, поставил два патрона. Но помпа не исключается, помпа, есть помпа, это полицейское ружье, оно, ну, честно говоря, для этого гражданского человека, мне кажется, двустволка-вертикалка даже для этого подходит лучше. Да, она проще, когда на нервах проще же пользоваться двустволкой. Проще, потому что на нервах затолкать патрон туда, в этот магазин, это надо постоянно тренироваться для этого. Ну, у нас явно люди, постоянно к этому не тренируются, это люди, кто занимается практически стрельбой, они этим делом увлекаются. Ну, это другое. А просто гражданин, ему двустволкой, с двустволкой настолько проще обращение, что я бы даже для этого, даже для самообороны выбрал бы двустволку. Но, кто хочет помпу, мы можем предложить, конечно. Помпу, да. Так, значит, еще один охотничий вопрос, это сострел, комбинашек и тройников. Нет, нет, такой вопрос возникает, не такое частное оружие, но... Да, да, комбинашки, тройники, экспрессы, ну, когда два нарезанных, это такое серьезное оружие. Ну, как бы, если вкратце сказать, что тройник, вообще, в принципе, это оружие немецких баронов, да, то есть он имел свои угодья, он выходил, как мы сейчас выходим на прогулку в самоизоляции, да, так же он выходил, находясь в самоизоляции у себя там в каком-нибудь помещении, он не знал, кого он встретит в имении, он не знал, кого он встретит, то ли кролик выбежит, то ли там птица какая-то полетит, то ли, как называется, косуля ему попадется, поэтому ему надо было иметь с собой все, игла, игла, и нарезное, но два оружия таскать невозможно, из этого выросли тройники и комбинашки, вот, ну, естественно, основная идея тройника или комбинашки, это то, что у тебя есть гладкое ружье для стрельбы дробью, по утке, там по всему, и есть у тебя нарезное оружие, если ты увидел косулю, далеко там стрельну косулю, когда вот мы начали только еще, когда нам разрешили заниматься этим бизнесом в России, значит, тройников, комбинашек наше промышленность производила единицы, поэтому они были очень популярны, популярны, естественно, люди почему-то хотели из тройника стрелять из гладкого поля, из нарезного поля, и хоть мы их отговаривали от этого, от этой идеи, что есть штуцеры, экспрессы, где два нарезных, если вы хотите два выстрела на даль, на пули, возьмите два экспресса, но они настаивали на том, что они из гладкого тоже хотят пулей стрелять, и пытались получить такой результат, что на 100 метров, чтобы нарезная пуля и гладкая пуля прилетели в одно и то же место, это являлось методологической ошибкой, которая до сих пор еще и до конца не изжита, потому что все сострелы гладкого и нарезного производятся следующим образом, вот это сведение стволов осуществляется таким образом, что нарезная пуля по открытому прицелу на 100 метров должна попасть в точку прицеливания из нарезного ствола, из гладкоствольного оружия, дробь пятерка должна прийти на расстоянии 35 метров в центр этой мишени, точку прицеливания, то есть по одному и тому же прицелу мы разными стволами стреляем и ставим себе разные задачи, если человек, ну например на Меркле можно заказать, если на заказ ты делаешь, чтобы с гладкого ствола пуля определенного только вида, например, брейники, прилетала тоже на 100 метров, как и нарезная пуля, это можно но тогда куда у вас попадет дробь из этого ствола, уже надо просто экспериментальным путем определить и уже иметь в виду, там то ли на 50 сантиметров выше она летит, то ли на 50 сантиметров ниже, я даже сказать не могу об этом, но самое главное, что тот, который тройник или комбинашка произведена на заводе не по индивидуальному заказу, а как бы вложена в него та идея, из которой он и появился, там будет всегда так, там сострел пули гладкой с пули нарезной не производится, не гарантируется и предъявлять эти, это как бы ну грубо говоря трактор и спортивный автомобиль, чтобы был в одном флаконе, так не было. А у штуцеров как сострел сделан? У штуцеров сделан значит опять же у нас же все у нас же все все стенды 100 метровые, да, то есть у нас эта книжечка руководства бойца Красной Армии 100 метров ростовая мишень и так далее, и так далее, ну практически кто интересуется все такие книжечки видели. А на самом деле когда разрабатывали эти штуцеры, они посмотрели на каком расстоянии, опросили массу охотников, в таком расстоянии в основном стреляют охотники из такого оружия. И получилось, что 90, там 80, 90 процентов не дали 70 метров, 70-80 метров. Поэтому сострел пуля с пулей у нарезного или у сайд-бай-сайд, у горизонталки либо у вертикалки на 75 метров они сходятся в одну точку, потом первая пуля полетела выше, вторая пуля полетела из верхнего полететь ниже, из нижнего полететь выше. И дальше, если вы хотите знать, как у вас пули летят на 100 метров, то надо отойти на 100 метров посмотреть, ну там еще расхождение будет маленькое, сантиметров 5 не больше. Если вы хотите узнать, какие пули летят на 200, на 300 метров, надо просто испытать. Этих данных производитель не дает. Это надо просто испытать, посмотреть и знать все эти завышения, превышения. Но они сходятся в одной точке только один раз. и расходятся. Так. Короче говоря, надо просто не требовать от ружья того, чего в него не заложено. Что надо ли разглядывать? Все надо разглядывать. Надо ли разглядывать концентричность тени внутри ствола? У нас еще несколько лет назад, когда люди приезжали делать закупки, особенно магазины, они обязательно всегда заглядывали в ствол и пытались уличить производителя в какой-то недобросовестности. Ну, это потому, что они хотят без проблем продать ружье. В основном это, значит, что тут, опять же, физика, тут только физика процесса, больше ничего. Ничего тут никаких, нету, я не знаю, сверхъестественных сил. Когда стволы, особенно там сверленные, да, как на ФБАРМе, там, положим, или на БЛАЗере, сверленные, они делаются с точностью до одной тысячи миллиметра. Струбка проходится, хонингуется, хромируется, то есть, это все, как сказать, увидеть глазом несоосность ствола нереально. То есть, она какая-то есть, потому что, ну, кто связан с металлообработкой, ну, кто вообще хоть что-нибудь с производством связан, он понимает, что нельзя сделать один метр ровно, всегда будут сказать, всегда вам скажут, вы должны сделать один метр плюс-минус два миллиметра или плюс-минус ноль-со, там, ноль-ноль тысячный миллиметр, миллионный, микронный, от этого зависит цена, естественно, изготовления. Здесь делается все сейчас с тысячными долями миллиметра, ЧПУ, это не то, что раньше на токарном станке, там, как-то сверлили и так далее, так далее, поэтому, поэтому, дефекты изготовления ствола невозможно. Глазом, как бы вы не смотрели, какие бы вы там, у тебя зависло изображение, какие бы вы там эти, не вставляли эти гильзы, там, не смотрели тени и так далее, и так далее. Две трубки, которые вставляются в моноблок ствола для последующей спайки, они до спайки абсолютно параллельны идут. Между ними вставляется плашка, которая при припайке один ствол изгибается под другой. Всегда будет один ствол кривой, он будет кривой, вы можете даже не смотреть туда, один ствол кривой. Потом, когда человек смотрит, он уже, это для чего делается? Если вы не искривите один ствол, они будут стрелять, один выше, другой ниже. Нам надо на 35 метрах соединить точки попадания центра осыпи. Опять же, про пулю мы не берем, центра осыпи надо соединить. Поэтому один ствол всегда будет чуть-чуть подогнут. Но это не является дефектом ствола, это является высшим произведением искусства сведения гладкоствольных стволов у производителя. Потому что потом эта планка она естественно сперва рассчитывается, потом экспериментально дорабатывается, она имеет там какой-то уклон, потом этими проволочками все затягивает в печку. Кто паяет олово там 320 градусов, но с такими производителями мы не работаем, слава богу. Кто паяет серебром 730 градусов, пайка серебром происходит, ствол чуть-чуть изгибается, потом выходит человек смотрит в эти кольца, но он смотрит правильно, он приблизительно знает, как прицельная планка там уже тоже припаяна, каким образом надо чуть-чуть эти стволы подрихтовать, с тем, чтобы оба ствола попали в точку прицеливания на 35 метров дробью пятеркой, 32 грамма, это такое требование стандартное. так что кольца смотреть можно, просто надо сделать правильные выводы, если эти концентрические кольца имеют эллипс, это значит, что это ружье сведено для хорошего боя, вот что я вам могу сказать на это. Когда смотришь, надо понимать, что ты там должен увидеть. Это 100%. Надо делать правильные выборы от того, что ты увидел. Так, ну у нас остается времени ровно на последний вопрос, потому что Инстаграм больше чем на час эфиры не разрешает, но может оно и к лучшему. Так, давай тогда. Сейчас и так уже мы тут. Да, ну вот у тебя буквально есть 7 минут, чтобы ответить на такой вопрос. Очень сильно уже поменялись предпочтения людей и по классу оружия, и по маркам оружия, потому что то, что было там, например, в 93-м году, какое у нас было представление о рынке, и то, будто в разных мирах. Расскажи нам, как это все происходило примерно, и твои мысли на эту тему. Ну, вначале, когда только разрешили завозить импортное оружие на территорию Российской Федерации, естественно, люди, после Второй мировой войны у нас было много трофейного оружия. Трофейное оружие, естественно, немецкое было. Оно, понятное дело, это был Меркель, и это был Заор. Другого вообще ничего не знали, там итальянское оружие, оно не было. А вообще-то итальянское оружие в те времена, оно было другое. Поэтому был Меркель, Заор, Три кольца, так называемый, ну, это просто марка стали, а у нас так это считалось, что Три кольца, это как будто что-то значит. Это просто марка стали была, Круковская. Потом, когда мы начали завозить, там оказалось, что в Италии очень много оказывается делают оружие, особенно гладкоствольного. Потом там, слава богу, мы познакомились с доктором Салой, который перед этим был владельцем, ну, сейчас он ушел на пенсию, а был владельцем Афобарма, который, как я его называю, мой учитель, который рассказал, что где производится, какие лучше, и вот оттуда, так сказать, мое первое знание о том, что немцы короли по нарезному оружию, и итальянцы непревзойденные люди по гладкоствольному оружию. Афобарма, и итальянцы по нарезному оружию, и итальянцы по нарезному и итальянцы Продолжение следует...